Я вообще сама, естественно, наверное, для многих из Дагестана 24 года уже живу в Пензе. Дома бываю только летом немножечко, на каникулах. Ну и, считай, всю жизнь здесь почти прожила. Двое детей, два сына, 20 и 19 почти. Ну и, как говорится, свой бизнес, свои магазины. И мы живем далеко от всех. И очень по всем скучаю и тоскую. Как говорится, живу онлайн. Все по звонкам, все по эфирам, все хорошо, хоть сейчас телефон есть. А то, как раньше, письма писать не вариант было бы. Так, и в прошлом году, когда я была в гостях в Дагестане, были проблемы у мамы давно, но мы не могли понять причину. Не могли понять причину у нас, как говорится, везде, где только не были, и в платных, и не в платных, и где угодно обследовались, никто не мог найти причину. Мама уже сама догадалась примерно. И она записалась к рактологу и сходила, чтобы ей сделали снимки. Ну и когда, даже тогда, как говорится, ей ответили, что с чего ты решила, что у тебя там что-то есть. Но она сказала, я знаю, что есть. Потому что уже года три она где только не была, ей не могли поставить диагноз. Ей просто лечили кишечник, потому что у нее был удален желчный. Ей, как объяснили, желчь поступает прямо в желудок, в кишечник, и от этого все ваши проблемы. Но когда уже, уже когда она сходила по записи в Махачкалу, тоже платная клиника была, у нее из-за новообразования, у нее даже не прошла камера. Это было, как сказать, она слышала свои сигналы в организме, она слышала себя. Она чувствовала, что что-то не то. Она пыталась это найти, но, как говорится, никто не надоумил, пока сама не догадалась. Ну, оттуда даже никуда, даже домой она не вернулась. Она в Баба-Юрте живет. Ее, по-моему, это вторая больница. Первая тогда была на карантине закрытая. Вторую больницу по звонку мы уже начали всех доставать. Все связи, все, кого знаем, не знаем, потому что, ну, у нас обычно, у кого есть в роду эта болячка, она влазит понемножку, у всех морально чуть-чуть все готовы к этому. У нас никого. Эта болячка у нас вообще в роду упала, я не знаю, как, ну, у нас никого ее не было. Мы, она даже, мы ее даже не забирали в ВВЮрт и экстренно во вторую больницу. Во вторую больницу и ее прооперировали сразу же. Она чистила кишечник два, что ли, дня. Потом, пока он пустой, пока он чистый, пока мы очухались, там ее и прооперировали. Какой диагноз ставили ей? Ей ставили злокачественную опухоль сигмовидной кишки. Ну, это после уже мы узнали. Была стадия третья. Были метастазы в этом лимфоузле. Ну, это уже не начало, это уже было серьезно немножко. Когда первая, вторая стадия, даже, наверное, не так пугаешься, когда уже тебе, ну, по истечению 10 дней, когда уже пришли гистологии, всякое вот это вот, уже когда сказали третья стадия, что метастазы, ну, тогда было уже страшно. Уже не знали, что делать. Вернее, я чуть ошиблась, я была здесь в Пензе. Я еще, я была у мамы, на день рождения мы ездили, вернулись. После того, как мы уехали, она все-таки, как говорится, нас проводила и пошла уже делать анализ. Когда мне об этом сказали, что у нее, она уже, когда я отсюда выезжала с Пензы, она уже была на операционном столе. Конечно, я шумела, воевала, я говорю, почему Дагестан, почему там, почему не Росток, почему, почему. Было много почему, но как случилось, так случилось. Я вернулась, выписали маму. Конечно, это было страшно. Швы, какие делают в Дагестане, наверное, не знаю, кто. Кто там был, они, наверное, знают. Как в войну, так и ее зашили. Как в войну шили, до сих пор так шьют. Но я ее привезла в Пензу. Как она с больницы выписалась в Махачкале, я даже, пока она была в больнице, я собрала просто ее сумки. Под свой страх и риск мы купили купе, все четыре места, и приехали в Пензу. Отсюда уже начали думать, что с ней дальше делать. Но пока она лежала в больнице, я как бы немножко ушла, наверное, не в ту сторону. Пока она была в больнице, я уже начала узнавать, что, как, какие больницы, какие врачи, что делать, что не делать, что правильно, что неправильно. Когда уже начинается вот эта информация со всех отовсюду, слышишь, это все грузишь, 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 это все обрабатывается в мозгу, и не знаешь, что делать, кого слушать, кого не слушать, как быть. Ошибиться тоже страшно, это мама. И болячка такая, как сказать, щепетильная, кишечник, там сыновья ей ничем не помогли, а я дочь у мамы одна. Поэтому получается так, мама и все ее болячки, эта ответственность сразу легла на меня. Наша общая знакомая, Зайнап, которая самитерка, вот по ее, мне кто-то знакомый сказал, что вот Зайнапке помогло, попробуйте пропить. Все, кто пил, очень хорошие отзывы, очень хорошо помогает. Это мне, мама еще в больнице была, это уже в Махачкале мне пришла информация. Дали твой номер. Я тогда тебе сразу написала, ты мне ответила. Ну, мы, недолго думая, заказали все, что ты нам сказала. Доехали в сентябре в Кенгу, мы даже не попадая никуда к врачам, никуда не дергались, не дергались пока мы. Мы выписали и начали с сентября месяца, как ты прописала набор антиэйдж. Что там было еще? Файбербуст, про-12 и Грибрейшин. Вот это набор, который мы пили сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и, наверное, апрель. Без остановок. Когда уже, я заглядывала, когда у нее оставалось немножечко, я уже знала, что на пятый день придет заказ, мы даже один день мы не упускали. Это не так, что вот у меня закончилось, а давай Мадина закажем, пока придет, пока, но когда диагноз серьезный, может, кто-то несерьезно относится к таким вещам. Для меня это было очень страшно. Маме 64 года, ну, дай бог ей здоровье еще жить и жить, она, как сказать, люди мне говорили, что ее возрасте не надо делать химию, просто продлите жизнь, ну, сколько осталось, осталось, просто продлите ей жизнь и вы, химией, просто ее убьете, и она, говорит, в таком возрасте она это ничего не выдержит, ну, как мне объяснили. Но я побоялась тоже что-то не сделать. Я нашла в Москве врача хорошего, клиника, по-моему, на Блохина, как она называется, там длинное название, Блохину, наверное, все знают, кто сталкивался с этой проблемой. Мы нашли там врача и поехали мы в Москву с мамой. Ну, нам там заранее, прежде чем что-то делать, мы заново сдали все анализы, потому что они слушают только свои, это целый институт, они там свои сделали, все гистологии, все, что взяли, всякие анализы, опять заново мы все через это в Москве прошли. Ну, диагноз подтвердился, Махачкале молодцы, диагноз поставили правильно, хоть зашили неправильно, но нам сказали сделать химию, ну, как стабильно, операция, химия. Так как сказали нам диагноз, третья стадия, уже метастазы, мы, они говорят, не можем игнорировать этот факт, поэтому желательно сделать химию. Я побоялась ее не сделать, мы сделали химию процедуры 4 раза, в месяц одна химия, мы 4 месяца ездили, но мы не бросали ЭЛЭРовскую продукцию. Я сейчас просто, когда находишься в этом процессе, все так напряженно, все в таком стрессе через это проходишь, я даже, наверное, тогда не понимала состояние аффекта немножко, что я сейчас уже заглядываю назад, и я понимаю, сколько, если бы не эта продукция, мама бы не выдержала эту химию, химию препараты. Просто в 64 года она в таком состоянии, после капельницы мы доезжали домой, она лежала как труп. Кто сталкивался, наверное, знает, что такое после капельницы первые 3-4 дня. Мадина, кто сталкивался. Я поэтому намекаю на тебя, кто сталкивался, тот знает, но по возвращению в Москву, перед следующей химией, там сдаешь вот эти 18 видов анализа крови, если тромбоциты, до которых они должны все после химии восстановиться все анализы. Если анализы восстановились, они только потом капают вторую химию. Очень много людей возвращали, потому что у них организм был слабый, и они не капали им химию. Это люди приезжали в Москву, прилетали многие, снимали гостиницы, сдавали анализы, ждали результатов, потом им говорили, извините, ваш организм не выдержит капельницу. И они возвращались обратно. Мы все 4 месяца, все 4 химии в ее возрасте нас ни разу не вернули, нас нахваливали, вы умнички, молодцы, врач у нас хороший был, вы умнички, молодцы, дочь, наверное, вам хороший уход дает, раз у вас восстанавливаетесь так быстро, она же не знает, что мы делаем. Она делала свою работу, мы делали свою работу, я им не мешала, но я не была дурой сама. Как говорится, у врачей, я к ним никакого, очень хорошие врачи, очень хорошие профессионалы, ничего лишнего, никакой, лишних движений, все по факту, строго, там целый конвейер, там как роботы эта больница работает, но если бы я надеялась только на врачей, в ее возрасте она бы это не вытянула. Они сделали свою работу, я сделала, ЛР сделал свою работу, они боролись онкологией, мы боролись с иммунитетом, ну, наверное, мы в команде это и выиграли. Ну, кто знает, кишечник, когда оперируют, в том выводят, она с мешком была 6 месяцев, в марте ей провели, после 4 химии, ее без никакой задержки, ее допустили к операции, потому что когда падают тромбоциты, это очень опасно, ей даже дома говорили, зубы не чистить щеткой, потому что может открыться кровотечение, потому что кровь такая, даже не падать, ей сказали, если вы гуляете на улице, держите под руку, потому что это была зима, не дай бог что-то после химии, это кровь, даже зубы сказали не чистить, ее допустили к операции, потому что у нее были идеальные анализы, сколько ее проверяли, я маме даже смеялась, мам говорю, столько вещей, если у меня проверят, наверное, тоже найдут что-нибудь, сколько они там проверяли ее. В марте была вторая операция, весь кишечник восстановили, ну, после операции запустить кишечник, это тоже знает только тот, кто прошел через это, кишечник, который полгода не работал, его надо заново запустить, и нам помог гель, я под свой страх и риск, боялась, я гурдоваю, она, ну, как сказать, во время операции, она даже на операцию выпила гель, ушла, после, только вода там три дня, потом вазелиновое масло два дня, только потом бульон, который был как вода, ну, там, неделю, наверное, она ничего не ела, но его надо запускать как-то, а там швы, что-то есть страшно, ну, гель, я говорю, мам, давай потихонечку, колпачок один, и все, и никаких проблем, это было что-то, это, конечно, был, ну, как сказать, вот благодаря грамотному использованию вот этих продуктов, мы нигде не ошиблись, как сейчас модно сказать, не лоханулись, это вроде продуктов немного, но один и тот же продукт, ты можешь с ним, он столько вещей делает, даже вот гель, он запустил потихонечку кишечник, у меня был персик, бутылка дома, я говорю, давай начнем, это колпачок, она этим колпачком персика, она запустила свой кишечник, но она и после операции, и все, теперь ходит на работу, ее и в бой, и мы всей семьей, всем кухумам стояли, нет, я на работу, все, ходит на работу, алхамдулиллях, конечно, спасибо Всевышнему, то, что я узнала этот продукт, я сейчас просто сама понимаю, что надеяться врачи, я к ним не лезу, у них своя работа, они мастера своего дела, они большие молодцы, но я, как тебе сказать, в этой ситуации у меня недоверие идет фармацевтика, к врачам нет никаких проблем, но то, что мы покупаем в аптеках, это уже как-то слава богу, я нашла те продукты, которыми я могу заменить аптеку, например, одна бутылка геля или какие-то витамины, это целый мешок аптечных вещей, заменить можно этим, но она и сейчас пьет дома, теперь и папа пьет, потому что мама поняла, что это такое, но я даже сейчас по видеосвязи я вижу изменения, отец изменился, стал более бодрый, щечки появились, тоже под 70 лет, все равно же год, один раз вижу, душа болит, родители старые, не могу год один раз видеть, это ненормальная ситуация, но что делать, сейчас все так живем, но когда я их сейчас вижу, бодрых, здоровых, я понимаю, что у них эта продукция дома есть, я как будто бы поручила, замену себе там оставила, у меня вот так, и мне как-то, я даже вот перед прямым эфиром говорила, даже мысль такая, думаю, как папа изменился, у него даже взгляд, лицо, цвет лица, он вообще другой, это вообще, конечно, я довольна, и еще, мы что, во что вляпались, пока мы мотались в Москву за эти 4 месяца, естественно, в этой огромной больнице, где очередями, толпами сидят люди, мы заболели коронавирусом, заболели, вся родня, весь пуху, мне все мозги проел, Мадина, будь аккуратна, мама, береги, не дай бог, она, если корону подхватит, тут химия, тут никакого иммунитета, возраст, ее не вытащим, на то время пила только мама, муж у меня с недоверием относился, это же мужчины, ты что, сразу что-то подсовывать им, это же, они должны понаблюдать со стороны, у нас пила только мама, мы так, чуть-чуть баловалась, я, муж вообще категорически у него запрет на это стоял, мы заразились, мама, муж, я, вот как втроем мотались, так втроем и пропало обоняние, и слегли дома, ну, к врачам не обращались, и что вы думаете, 37,5, у меня 38, у мужа, у мамы 37, было ровно, выше у нее не поднялось, у нее просто пропал вот это обоняние ее, мы лежали, она за нами еще ухаживала, вот тебе, вот тебе после этого муж сказал, заказывай мне, нашел, нашел, и все, теперь, как говорится, мама уехала, а продукты со мной остались, так же всей семьей все пьем, мы, как тебе сказать, ну, по той ситуации, если считать возраст, считать онкологию, третья стадия, злокачественная, это не то, что там доброкачественная какая-то киста, это уже и метастазы, и химии делать, это никакой иммунитет, потому что возраст, мы бодрые, на ногах, с шутками съездили в Москву на эту химию, но мне очень было жалко людей, когда сидишь в коридорах, молодые, молодые, их привозили на креслах, на инвалидных, у них не было сил ходить, там столько этажей, там столько тысячи кабинетов, и сколько там людей, это, кто там был, наверное, только знает, мне их так было жалко, мне их там всем хотелось рассказать, но они бы не поняли, поэтому я не кидалась ни на кого, но очень хочется всем рассказать, я видела разницу человека, ее возрасте, и спокойно, она за неделю восстанавливалась дома после химии, за неделю, нам не надо, хотя у нас была капельница, дома еще мы две недели пили сухую химию, потом две недели нам давали, чтобы восстановиться, потом, здравствуй, Москву, обратно, каждый раз мы как ни в чем не бывало туда ездили, мы уже как к себе домой с ноги туда ездили, а люди бедные вот с одних наблюдают со стороны, мне их так было жалко, вот эти безжизненные потухшие глаза, это молодые люди, это дети, там целый город, там между корпусами передвигаются на машинах маленьких, ну а вот этих маленьких, передвижных, как гольф-машины, там огроменные, там, когда туда попадаешь, кажется, вообще в России никого здорового не осталось, там такой поток, это вообще очень страшно, но, спасибо, я же говорю, что, спасибо Богу, что я узнала эту продукцию, мы бы эту проблему так легко не решили бы, это не первая стадия, не вторая, которая можно своими силами бороться, там надо было уже что-то серьезное, мы даже, мы даже не, вот это, я тогда вообще ничего не знала, сейчас я вот читаю, узнаю, мне интересно, я, там даже люди двойную, тройную дозировку делают, чтобы побороть онкологию, высокодосную, высокодосную, про баланса, ну, нормальные дозировки, как для профилактики, мы не принимали никаких бешеных доз, мы даже не пили колостру, мы просто длительное время принимали антиэйдж без остановки, и грибрейши, коктейль, и про 12, вот эта команда у нас не один день, в марте месяце ей сделали операцию, и конец февраля и начало марта, я уже не помню, до этого времени мы этот комплекс ни один день не оставляли, и после операции мы пропили, теперь уже она дома, так как у нас в Дагестане очень сильно вышует уже коронавирус, даже там сильнее, чем здесь, там как-то все, там, когда в Дагестане какой-то вирус попадает, там вся ситуация выходит из-под контроля, здесь, если как-то контролируется, там как-то это все не контролируется, уже она заказала, мы думали уже делать перерыв, чтобы осенью, когда организм все равно, осень-весна чуть-чуть слабее, я говорю, давай чуть тайм-аут сделай, почти год пьешь, сентября-октября опять закажем, чтобы ничего не подхватить, ну нет, опять пошла третья волна, летом вроде никто ничего не обещал, сказали, только зимой будет, но сейчас летом она еще сильнее. Да, очень сильно. Очень сильно. Да, поэтому они уже с отцом просто заказали антиэйдж, без греблейща, без всего, и по два набора пропили, вот сейчас уже допивает второй набор. Ну, последние обследования в Москве, которые были, или вот час после? Ну, вот сейчас, после как приехали, три месяца, каждые три месяца ПЭТ-КТ делаем, ну, с контрастом, компьютерную томографию, и все, мы отправляли все снимки к нему, врач у нас, как говорится, неплохой, он мне сказал, скидывайте, не надо ко мне приезжать, если увижу проблему, он сказал, я вызову, мы ему скинули, он сказал, все чисто, все чисто, молодцы, через три месяца еще контроль. Ну, вот пока так, каждые три месяца, дальше, каждые полгода, наверное, посмотрим, как говорится, что написано, дальше нам, что испытать написано, посмотрим, на данный момент все, алхамду лилля, все хорошо. Продолжение следует...